альхамду лиллахи раббил алямин вау салли вау салли муаля шрифил анбия и вальмур салин набина мухаммад вали али его сахби и аджмайин аммаба от ребят аллах вопрос который встает перед нами вот в эти дни встал перед нами в эти дни то что многие из нас сегодня особенно это касается молодых у них каникулы у тех кто работает у многих отпуск если у человека и нет отпуска и никуда когда его дети не учатся и у него больше свободного времени ему не нужно возить детей в школу заниматься ими их уроками и так далее то есть вот эти дни когда человек многие люди в эти дни достаточно свободны вопрос как провести это время потому что эти дни это определенное количество дней каждый из этих дней ценен и эти дни проходят очень быстро подобает ли мусульманину упускал вот эти дни под предлогом что сейчас каникулы сейчас отдых сейчас отпуск и не использовать эти дни для того чтобы приобрести благо совершить нечто что приближает к аллаху субханаму тааля или изучить что-то из шариатского знания вот эти вот дни ну и что что они называются каникулами или отпуском или времен отдыха эти дни разве они не входят в число твоей жизни разве это не часть твоей жизни и ты вот так позволяешь этим дням уйти исчезнуть и не получишь ты от них никакую пользу угодно аллаху субханаму тааля знаете у рабы аллаха что вот это вот время это на самом деле есть ваша жизнь время это и есть ваша жизнь это время это тот элемент то материя то вещество из которого складывается ваша вечная жизнь либо наслаждение вечном мире либо наоборот страдания и вот эти дни они протекают быстро плывут как облака алили ванна ночь и день эти две вещи которые бегут быстро и сокращают твою жизнь и приближают срок время твоего ухода вот эти две вещи ночь и день это были две спутницы народа муха это были две спутницы народа ада самод и других поколений после них и ушли эти поколения ушли чтобы предстать перед господом ушли чтобы встретиться со своими деяниями они ушли а эти две вещи день и ночь продолжает существовать и обновляться вау алязи джаля лейла ваннара хильфа лиман а рада и за карава рада шукура и он тот который сделал ночь и день сменяющими друг друга для тех которые хотят вспомнить и которые хотят быть благодарными поэтому мусульманин он должен из вот этой вещи день и ночь извечь для себя урок и назидание день и ночь две вещи которые делают ветхим новое две вещи которые приближают далекое две вещи которые поглощают жизни две вещи которые делают седыми молодых которые приводят к концу пожилых вот это вот все заставляет прочувствовать смена этих дней иначе и заставляет прочувствовать человека что приближается ахира и уходит земная жизнь урна были азиз этот выдающийся праведный человек он сказал такие слова именно дуни алиса бедари пара реку поистине этот земной мир это не место вашего постоянного проживания ката баллаху алейх альфана аллах предписал ему этому земному миру исчезновение уа ката баллаху аля алих а ван а жителям этого мира аллах предписал уход от бытия обязательно и потом он сказал сколько процветающих кипящих жизнью крепких обителей домов разрушились и пришли в запустение скольким живущим на постоянном месте жительства радующимся вскоре пришлось отбыть поэтому сделайте все возможное чтобы ваш переезд из этого мира он был благим и запасайтесь поистине лучший запас лучшая провизия это богобоязненность человек в этом мире он самого начала движется к разрушению к иссяканию вот как только выходит человек из чрева матери все начинается разрушение его жизни начинается иссякание его жизни как сказал хасан альбасри что такое человек человек это а ямун мадуда человек это определенное количество дней это совокупность дней каждый раз когда уходит один день уходит часть тебя что ты это совокупность дней группа дней ушел день ушла часть тебя ушел следующий ушла другая часть тебя день он разрушает месяц месяц он разрушает год год он подводит концу твою жизнь и приближает для тебя уход из этого мира ни о чем я так не сожалею ни о чем как о дне в которой заходит солнце и приближается мой смертный час но не прибавляются мои деяния потому что они предшественники вот так они берегли время каждую секунду каждый час своей жизни хасан альбасри сказал я застал людей таких имеют ввиду сподвижников которые берегли свои часы свое время так как вы бережете свои динары и диргамы как вы свои деньги бережете храните бережно к ним относитесь они вот так берегли свое время и и посмотри проходит день а ты в этот день не выполнил своих обязанностей ты не получил знания в этот день ты не установил какое-то благо в этот день ты не принял какое-то справедливое решение ты не совершил ничего посредством чего ты можешь приобрести умножить свою славу свой почет у господа вот кто делает это тот поступил несправедливо в отношении своего дня тот поступил беззаконно и несправедливо в отношении своего дня отпущенного ему аллахом даровано ему аллахом дня вот эти вот дни и ночи у рабы аллах это твой капитал это твой капитал основной капитал Здесь доходом может быть рай. Доход здесь это рай. Он представлен райом, а убыток? Убыток представлен здесь адским огнем, да упасет Аллах, субханалу, 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 субханалу. Поэтому посмотри, как ты используешь отпущенные тебе деяния. Если во благо используешь их для покорности Аллаху, субханалу, 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 Используй пять вещей, пока не наступили другие пять вещей. Молодость свою используй, прежде чем наступит старость. Здоровье используй, прежде чем наступит болезнь. Богатство используй, прежде чем наступит бедность. И свободное время, прежде чем наступит занятость. И жизнь твою используй, прежде чем наступит смерть. О, рабы Аллаха, если человек использует свою жизнь, свои часы, свое свободное время, свое здоровье для покорности служения Аллаху, такой человек – это тот, кому надо завидовать. Наоборот, если человек использует их для слушания Аллаха, этот человек обманутый. Обязательно знай, вот сейчас есть у тебя свободное время, обязательно будет после этого занятость. Вот сейчас есть у тебя здоровье, обязательно после этого будет болезнь. Поэтому и переданы от предшественников такие слова переданы. Признаком, признаком, то есть того, что ненавистен ты у Аллаха, является то, что ты теряешь время. Если ты теряешь время, это один из признаков того, что недоволен тобой Аллах, да упасет Всевышний Аллах. Банулькаем говорит, потеря времени это хуже, чем смерть. Хуже, чем смерть. Почему? Потому что, что такое смерть? Смерть, она тебя отрезает от этого мира, от земного мира, от его людей. А потеря времени, она отрезает тебя от Аллаха и от вечного мира. Поэтому это еще хуже. Значит, о рабе Аллах, мы должны с вами не обольщаться этой земной жизнью, потому что все новое здесь становится ветхим. Потому что наслаждение здесь обязательно заканчивается. Потому что молодость обращается в старость, потому что течем быстро мы в направлении нашей вечной жизни, и сроки наши сокращаются. Одеяния наши записываются и хранятся, берутся на учет, сохраняются. Как сохраняем мы файлы? Все, что мы делаем, сохраняется, у Аллаха, субхану, талия, фиксируется. А смерть, она всегда приходит неожиданно. Поэтому, если человек посеял благо, то значит он скоро пожнет награды, получит награды. Если человек посеял зло, посеял грех, значит он скоро пожнет сожаление. Каждый сеятель пожнет то, что он посеял. И знаете, у раба Аллаха, что вот это время отпусков, время каникул, время летнее, когда много у человека свободного времени. Для всех нас это возможность сделать то, что угодно Аллаху, субхану, талия, и то, что приближает к Аллаху, субхану, талия. Поэтому, во-первых, что ты должен сделать? У тебя сразу должно быть намерение, как только начинается этот период у тебя, свободное время. Сразу намерение искренне перед Аллахом, что, о Господь мой, я раб, я это время посвящу ради того, чтобы получать полезное знание, приближаться к тебе. Вот если будет эта решимость, это намерение искренне, Аллах знает, что у нас в сердцах. Аллах облегчит для тебя тогда пути к благу, потому что помощь, она в руках Аллаху, субхану, талия. И из важных вещей, которым хочу побудить себя и вас, использовать вот эти вот каникулы или время отпусков для того, чтобы получать шариатское знание. Родители, те, которые опекают детей, опекают кого-то, они должны побуждать своих подопечных детей и других подопечных сыновей, дочерей. К чему? К тому, чтобы использовать это время для получения религиозного знания. Побуждать их сидеть в кружках знания. И я шепну на ухо каждому из тех, кто является родителем. Вот знай, и это искренний совет. Если твой сын будет сидеть в кружках знания, будет сидеть в мечетях, в кружках, где поминается Аллах, субхану, талия, в этих благих садах это обязательно отразится благом, отразится баракатом, отразится милостью Аллах, субхану, талия, на тебе, на твоей семье, ты тем самым, если будешь побуждать своего ребенка получать шариатское знание, изучать Куран, изучать Сунну, ты выполнишь свой долг перед Аллахом, субхану, талия, в отношении твоего ребенка, ты укажешь своему ребенку путь к благу, посредством тебя откроются для него двери хаира, двери блага. И твой ребенок, он уже будет идти по жизни со знанием, он будет знать религию Аллах, субхану, талия, он будет идти по этой жизни со светом, он будет знать, как поклоняться Господу, он будет знать, как относиться к родителям, как проявлять к ним благочестие к отцу и матери, он будет знать, как соблюдать права рабов Аллах, субхану, талия. Вот это все может получить только одним путем ребенок, если он будет сидеть в кружках знаний, получать религиозное знание. Поэтому ты, как отец, обязан своих детей взять за руку и привезти в кружки ильма. И мы просим Аллах, субхану, талия, чтобы он наших детей сделал праведными, чтобы Аллах, субхану, талия, взрастил их во благе, чтобы Аллах, субхану, талия, сделал их детьми, которые благочестиво относятся к своим родителям, чтобы вел их по прямому пути, чтобы Аллах защитил их от всех искушений, и наши детьми, чтобы Аллаху субхану, талия, взрастил их от всех искушений. Субтитры создавал DimaTorzok